Россия пытается завлечь Таджикистан в ЕАЭС За неисполнение приказов Рахмона будут штрафовать Спецслужбы Таджикистана преследуют инакомыслящих даже за рубежом Душанбе прошел круглый стол на тему интеграции государств Центральной Азии в Евразийский экономический союз. Реалии и перспективы, организованные представительством некоммерческой организации Фонд развития Институт евразийских исследований в Республике Таджикистан. Мероприятие было организовано при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан. В работе круглого стола приняли участие эксперты и представители посольств стран-членов ЕАЭС, аккредитованных Душанбе, а также сотрудники госструктур и неправительственных организаций, представители бизнес-сообщества. В своем приветственном слове посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов напомнил, что вопросы экономической интеграции постоянно обсуждаются в кругу экспертов, экономистов, политологов и аналитиков Таджикистана. «От нового союза выиграют все», — отметил он. Представитель Таджикистана на круглом столе, сотрудник Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан Мавзуна Каримова отметила, что пока не наблюдается резкого роста в экономике стран ЕАЭС, но в долгосрочной перспективе возможно улучшение ситуации. Отметим, что ожидалось, что к концу нынешнего года Таджикистан подаст заявку на вступление в ЕАЭС. С оптимистичным заявлением об этом в начале лета выступил депутат Госдумы Российской Федерации Леонид Слуцкий. «Я думаю, что Таджикистан в ближайшее время, может быть, в ближайшем году заявит о желании присоединиться к Евразийскому экономическому союзу». Однако этого не произошло, и Россия начала действовать для того, чтобы стимулировать вступление Таджикистана в ЕАЭС. Напомним, что ЕАЭС был создан Россией для сохранения и усиления своего влияния в странах бывшего СССР. Центральная Азия для России является своего рода буферной зоной от политических и военных угроз, и потому она всеми доступными ей способами пытается сделать страны Центральной Азии полностью зависимыми государствами. Парламенте в Таджикистане предложили внести поправку в Кодекс об административных нарушениях, вводящую наказание в виде штрафа за неисполнение требований президента Рахмона. Как сообщило информационное агентство Азадагон, от 21 ноября штрафы в отношении физических лиц составят от 20 до 40 показателей для расчета, а для лиц, занимающих ответственные посты, от 80. Те, кто создает препятствия для исполнения приказов Рахмона, также будут наказаны денежным штрафом. Размер показателя для расчета с нового года будет составлять 50 сомони, сейчас он равен 40 сомони. С учетом этого сумма штрафов будет колебаться в пределах от 1000 до 5000 сомони. В опубликованном недавно докладе Лондонского центра внешней политики сообщается, что за последние три года в Таджикистан были экстрадированы 33 активиста, один человек был убит. Один из авторов доклада, Эдвард Лемон, пишет, что активисты были экстрадированы в основном из России и Турции. В Таджикистане сформирована мощная сеть контроля за оппонентами режима, несмотря на то, что страна является самой отсталой в Центральной Азии, считает эксперт. Министерство внутренних дел Таджикистана 22 ноября в ответ на доклад Лондонского центра внешней политики заявило, что почти все граждане, экстрадированные в страну, являлись членами и сторонниками террористических групп. Умар Джани Эмамали, пресс-секретарь ведомства в беседе с Радио Озади, сказал, что эти лица, совершив преступление в Таджикистане, скрылись за границей и после экстрадиции получили по заслугам за свое преступное деяние. Напомним, что глава МВД Таджикистана Рамазон Рахим Зода на конференции проекта «Калкан Интерпола» в Душенбе 19 сентября заявил, что по запросу ведомства с начала года в страну были экстрадированы более 150 граждан Таджикистана, которые обвинялись в терроризме и экстремизме. Отметим, что основная масса выехавших из страны – это исламские активисты, преследуемые режимом Рахмона по религиозным мотивам. Они оставили свои дома, родных и близких, только ради сохранения своей религии. Однако преступный режим Рахмона не оставляет их в покое даже за пределами Таджикистана. Пользуясь мировым трендом борьбы с так называемым терроризмом, спецслужбы режима преследуют, находят и возвращают эмигрантов в Таджикистан, где их ждет длительное заключение в тюрьмах режима, а иногда и убийство.